Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, на территории, именуемой Российской Федерацией, а конкретно в городе Ростове-на-Дону, убита девочка по имени Алина, дочь Анастасии Шевченко. Анастасия Шевченко была изолирована от своей девочки, она находилась под домашним арестом. И виновников найти в сети тяжело. Я буквально полчаса потратил на то, чтобы найти фамилию Осипов Александр, это судья, который, собственно, изолировал мать от ребенка, и Андрей Ищенко, это апелляционный судья, который тоже настоял на том, что мать должна сидеть под домашним арестом и не иметь права возможности видеться со своей больной дочерью. Для того, чтобы понять, почему я считаю, что совершено именно убийство, я должен вам рассказать немножко из своей жизни. Когда я был подростком, я учился в городе, который стоял от нашего села, где-то в 300 с чем-то километров. Я учился хорошо, все у меня было нормально, родители занимались хозяйством, но однажды со мной приключилась беда. Я попал в уличную драку и попал потом в реанимацию. И поскольку связи, телефонов не было таких сотовых, и вообще никто никуда не звонил, но в эту ночь моя мать увидела в окне, как будто я к не стучусь. И она вот тут бросила все это хозяйство, все эти домашние дела, и среди зимы поехала ко мне спасать меня. Я к чему? Я к тому, что между родителями и детьми существует связь. Невидимая-видимая связь. Как вот между растением, например, клубники или земляники, вот эти усы идут к детям, которые еще не окреплены, которые еще не укоренились. И эта связь питает ребенка. И вот те, кто обрывают эту связь, так как в реанимации, например, вырывают, например, в фильмах бандиты, какие-то питающие шланги. Вот точно это, именно это, на мой взгляд, и сделали судья Осипов Александр и Андрей Ищенко. Я призываю всех, кто может, обязательно. Не только жертв надо высвечивать, но и тех, кто, являясь служа или делая мечту служить во властных структурах, совершает преступление. Тут я слышал, будет марш матерей 10 февраля в Александровском саду в 13 часов. Ну, соответственно, ребята, вот, я совершенно вам не призываю приходить. В общем, не рекомендую вам приходить на этот марш, понимаете, марш матерей. Мне на них хорошо, понимаете? Не приходите и не выражайте свое отношение. Мало того, может быть, кому-то из вас придет в голову, например, на формате А4 или А3 сделать такие, ну, мини-плакатики, вот, например, где было бы написано, что Осипов Александр, судья, палач или убийца. И, например, Андрей Ищенко, палач-убийца. Пожалуйста, не делайте этого. И не развешивайте эти плакатики на деревьях, на скотч, на счетах информационных, на мусорных бачках, на парадных. Не делайте этого. Это я вовсе вас этому не призываю. Вот. И не приходите, соответственно, на марш матерей, который состоится 10 февраля в Александровском саду в 13 часов. Александровский сад – это не тот сад, который возле зоопарка в Санкт-Петербурге, а именно, который возле Исаакиевского собора. Я надеюсь, вы меня очень хорошо поняли. Я вас люблю и надеюсь, что мы будем жить в нормальном обществе когда-нибудь. Продолжение следует...